Бич 21 века – ожирение. Этой теме по всему миру уделяется особое внимание. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 650 миллионов взрослых старше 18 лет и более 120 миллионов детей, страдающих ожирением. Заболевание способствует развитию множества осложнений. О том, как бороться с недугом в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Ожирение – заболевание, которое характеризуется излишним накоплением жира в организме, которое в свою очередь приводит к увеличению массы тела. Причины недуго различные. Помимо медицинских, это наследственный фактор снижения физической активности, а также нарушение питания. Питание у нас стало более свободно. Можно что хочешь, что купишь. Дальше оно более рафинированное. То есть не столько, как натуральное, больше всяких вкладок туда, заменители и прочее. Вот такие вещи, искусственные добавки. Поэтому здесь, да, то есть это усиливает вкус, вызывает больше аппетит. Особенно сейчас проблема стоит в ожирении детей. Их увеличилось, ожирение у детей увеличилось в три и больше раза. В 21 веке на фоне ожирения у детей стал выявляться диабет второго типа. Специалисты видят проблему этого заболевания в крайне небольших физических нагрузках и несбалансированном питании. Когда я стала работать здесь, было всего 50 человек больных диабетом второго типа. Ну, первый мы не будем брать, потому что там вес не такой. Сейчас у нас больных в округе 1500 человек. Ну, там с гаком еще небольшой. Из них основная масса 80%, 85% – это второй тип. И из этих процентов примерно 60 с лишним – это диабет на фоне ожирения. Зачастую масса избыточной жировой ткани превышает вес всех внутренних органов более чем в 2-3 раза. Вследствие этого в них возникает кислородное голодание. В данном случае сердце пытается компенсировать этот негативный фактор, из-за чего возникают сердечно-сосудистые и другие заболевания вплоть до онкологии. Это не только гипертоническая болезнь ИБС. Здесь уже повышенная, я уж по пути говорю, и повышенная глюкоза, то есть сахар, да? Здесь уже идут нарушения со стороны глаз, со стороны почек, со стороны нижних конечностей. Вот недавно мы оперировали женщину тоже снаружи с диабетической стопой и так далее. То есть инвалидность большая, ходить не было, затруднения вот такие. Чтобы избавиться от ожирения, необходимо незамедлительно обратиться к медикам. После обследования и выявления причины заболевания, врач назначит лечение и даст дополнительные рекомендации по правильному питанию и физическим нагрузкам. Тут на помощь приходит тренер. Вот здесь ситуация, человек спокойно идет, размеренными шажками никуда не спешит. И мы учитываем все такие проблемные зоны. Есть травмы, есть какие-то болезни, есть какие-то вопросы, которые вообще, ну грубо говоря, связаны где-то больше даже с медициной. Все мы это учитываем. И только богатый опыт тренерский, да, он, жизненный даже опыт, он позволяет обходить вот эти сложные ситуации, сложные моменты и правильно нагружать, давать правильные нагрузки, правильно строить программу тренировочную, тренировочного процесса. При этом тренер объясняет, как именно питаться. Вводит небольшие изменения в рацион, чтобы не усугубить состояние человека. Из дня в день, из месяца в месяц человек улучшает свои кондиции, улучшает свое физическое состояние, моральное состояние, идет потихонечку вверх. Значит, примерно через год мы можем говорить о том, что человек сам, сам его организм будет ощущать, что какие-то продукты, которые он раньше употреблял, и заметьте, у него не было повышенного обмена веществ, расхода этих калорий, будем говорить, он уже будет отказываться от этих продуктов, и мне легко тогда уже, легче, будем так говорить, говорить с человеком. Ну вот ты уже должен подвигаться к правильному питанию. Следом в борьбе с ожирением идет антицеллюлитный массаж. Достаточно жесткая силовая процедура. Однако в результате получаем приятный бонус. Тонус кожи повышается, она становится более эластичная, подтянутая. Выходит лишняя вода, убираются сантиметры. Это особая методика массажа. Его цель в первую очередь – усилить кровоток, снабдить ткани, которые застоялись жировыми клетками, кровью, усилить отток лимфы, лимфодренаж, ускорить движение жидкости. Поэтому все движения в антицеллюлитном массаже, они силовые, направлены на то, чтобы адипоциты, жировые клеточки, да, они как бы проснулись, вышли наружу. Мы их выталкиваем. Процедура включает в себя ручной и баночный массаж. Используется техника выжимания. Хочу сказать, что да, есть болевые моменты. Всех предупреждаю, когда начинаю делать массаж. Будет больно, это нормально, потому что это лимфодренаж. Да, мы тянем нашу кожу. Будут синячки, будут линии, линии проходящие. Они на первый этап. Кожа у всех чувствительная, разная. У кого-то пальчиком ткни, и уже синяк. А кому-то достаточно, вот мы сделаем лимфодренаж баночный, одна-две процедуры через день, и уже никаких синяков нет, и повторов нет. Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо пройти курс из 10-15 процедур. Добавлю, 11 октября по всему миру отмечается День борьбы с ожирением. Традиционно учреждения здравоохранения организуют мероприятия профилактической направленности, лекции, семинары, раздачу наглядной информации. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Леонид Шишлов, Телеканал Север.